Терве! Володька Олесен ними. Это мой самый первый видос для ютуба, поэтому прошу поставить лайк, подписаться, чисто для аванса и для того, чтобы я видел, что это кроме меня кому-то вообще надо. Я надеюсь, что дальнейшее происходящее вам зайдет хорошо. Буквально месяц назад я задался вопросом, вообще возможно ли сделать струнный инструмент, не прибегая к столярным инструментам, столярным материалам, там дереву и всякому такому. Например, из картона. С этим вопросом я пошел к товарищу, который знает чуть больше меня, но он был абсолютно полон скепсиса и сказал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Тем не менее, инструмент я доделал дома и даже успел на нем записать парочку тик токов. Только вот потом, из-за того, что конструкция немножечко неправильная, инструмент повело и на нем пока играть невозможно. Но это прекрасный повод сделать его вместе с вами на камеру. А теперь я вам расскажу, что это такие загусельки и почему они такие странненькие. Ну так вот, эта штуковина относится к классу бурдонных цитр и я называю ее по самому, предположительно, старому представителю данного класса. Шайтхольд. Появился Шайтхольд, предположительно, в 14 веке в Германии. Инструмент очень простой для освоения, так как у него есть одна мелодическая струна, под которой расположены лады, и несколько бурдонных струн, под которыми ладов не расположено, и они просто постоянно звучат на одной и той же ноте. Такое описание подходит практически под все бурдонные цитры. То есть, по факту, оно очень похоже по принципу действия на волынку, у которой один или несколько бурдонов и мелодическая трубка. Как правило, одна, но бывает и больше. В некоторых регионах у них даже названия совпадают. Например, на севере Германии что волынку, что бурдонную цитру называют одинаково. Хюмель. То есть, шмель. Ну, просто потому что жужжит. Разные бурдонные цитры имеют разное количество бурдонных струй. Например, у германского Шайтхольд может быть три или четыре. У норвежского Лангелейка аж до девяти или даже до одиннадцати струн. У некоторых может быть одна... Бурдонные цитры главным образом распространены в Германии, в странах Скандинавии, то есть Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Исландия, в Швейцарии, в Австрии, в Словении, в Венгрии, немножечко во Франции и даже в США. В США, в принципе, понятно. Там с мигрантами одна из форм бурдонной цитры прибыла и видоизменилась в национальный народный инструмент дульцимер. Собственно, как на них на всех играют? Кладут горизонтально на стол или на колени и либо перебирают пальцами, либо бринчат, либо извлекают звук смычком. А теперь перестанем тянуть волынку. И начнем изготовление. А клей-то где? Сейчас вот здесь вы видите все, что нам потребуется для сотворения такой вот чудо-штуковины. Кому требуется огласить весь список, пожалуйста, сейчас скажу. Картон толщиной 2 мм. Полотно ножовки, стяжки или вместо них толстая проволока 1,5 мм. Китайские палочки или там карандаши, если никак не найти. Если вы используете проволоку, то пассатижи, кусачки и или. Нож канцелярский обязательно. Ножницы. Клей ПВА. Если будете украшать, то клей-карандаш и бумага. Три деревянные линейки. Одну можно даже покороче, чем у меня. Два мотка тонкой рыболовной лески 0,1 мм. Палка. Можно бамбуковую, можно любую другую. В которой просверлить два отверстия на расстоянии 70 см. Шуруповерт и набор сверел. Два колка и четыре шурупа под них. Обязательно возьмите карандаш для разметки вашего картона. Возьму, пожалуй, за исходник свою же версию, но немножечко модифицирую форму. Если что, у нас длина всего инструмента 50 см по короткой стороне. И я ее такой и оставлю. Здесь у нас 50 см. И тут у нас должно быть 51 см. Здесь должно быть 6 см. А тут аж целых 13,5 см. Традиционно Шайтхольта были трапециевидные, а я немножечко поменяю форму. Кто-то тут обхитрил сам себя, кажись. Ай! Так, отмерим по 2 см с каждой стороны. Мы сделаем вот так. Эрис. Два. Ну что, пошли резать. Если брать и резать, то лучше по железной линейке. Чудненько. Стрёмненько. Это мы тут резанули, чтобы подогнуть. А теперь на свой страх и риск. Пробуем аккуратненько. А теперь делаем со всех сторон то же самое. Но это выглядит гораздо надежнее, чем было. Сначала разберёмся с верхушкой. На этом инструменте у меня было по двум сторонам колки. Но я понял, что это жутко неудобно. И поэтому я сниму отсюда один колок. Переставлю сюда. И поставлю второй же. У меня тут метки получились на 43,1 и 46,8 см. Можно даже, чтобы поровнее, поставить на 42 см. И сделать как-то параллельную линию. Полная мензура инструмента будет 40 см. Поэтому такого расстояния нам хватит. Опаньки. А с другой стороны отмечают 4 см. Потому что 4 см это полная ширина нашего инструмента. А ещё с узкой стороны стоит чуть-чуть подрезать. Мне нравится. Хорошо бы, конечно, обечайку цельным куском сделать. Но, увы, придётся отдельными. Для этого я просто нарежу несколько полосок по 4 см шириной. А теперь отпилим кусок линейки. И приклеим туда, где у нас будут крепиться колки. Линейку стоит отпиливать куском длиннее 15 см. Или можете не парить себе мозги. И именно для этой детали взять просто короткую одну. И всё. Так, у нас тут потихонечку уже... Потихонечку уже приклеилось. Ну, почти. Значит, можно с ним уже работать. А тем временем мы сделаем вот что. Возьмём линейку, ещё одну. И приклеим на отметке 0 и 40. Либо по карандашу, либо по китайской палочке. Я предпочту китайские палочки. Пожалуй, заклею здесь уголочки. И ещё вот сюда вот приклею ещё одну штучку. Весь клею измазал. Теперь я возьму и размечу, где у меня будет грифная накладка, так сказать. А она у меня сейчас будет в данном случае где-то сантиметр от края. Пожалуй, займусь отделкой. Можно заклеить одну сторону, но не более. Если кого интересует, что это вообще такое, это мои, ну, достаточно неудачные каллиграфические эксперименты. Мне совершенно не понравился результат, но здесь он будет выглядеть нормально. Я так думаю. Я так думаю. А получается симпатичнее, чем я думал. Синегробик, синегробик. О, как раз эта фигня засохла, значит, с ней можно продолжать. Отпиливаем. Вот так. Я ещё тут подумал, раз уж у меня такая фигня красивая получается, может, стоит взять наждачку. Если вам что-то из моих действий кажется непоследовательным, вам не кажется, потому что я экспериментирую и думаю прямо на ходу. Далее берём ножовку и отрезаем там, где 45 сантиметров. Далее делаем два пропила. Один по концу меток. Второй, ну, примерно на том же расстоянии, симметрично по линейке. Останавливаемся на 43 сантиметрах. Раз уж мы стали оборачивать, значит, ещё раз отмерим сантиметр от края и по этому краю, собственно, приклеим нашу линейку. Ну, раз уж мы не имеем дело с ПВА, значит, можно теперь начать расчёты того, как у нас будут стоять лады. Я уже всё заранее просчитал, причём просчитал вот здесь вот. И я могу просто скопировать по тому, чего я уже делал. Вот эта вот циферка, на неё делите всю мензуру и повторяете это несколько раз. Таким образом у вас получится такая же шкала, как на укулеле, гитаре и на остальных хроматических инструментах. Я здесь убрал некоторые лишние лады и у меня получилась диатоническая шкала. Например, вот, если вы разберёте почерк, что тут написано, вот таким образом тут вся диатоническая шкала и будет. Хотя, в принципе, нате вам. Размеры указаны в миллиметрах. А теперь берём тонкое сверло и там, где насчитали, там ставим дырки. В прошлый раз я делал лады из проволоки, а сейчас я хочу попробовать сделать лады из стяжек. Со внутренней стороны в качестве дополнительного анкера приклеим ещё одну линейку. Но сначала её надо обрезать примерно приблизительно... Ну, давай пусть будет 41,5. Если у нас тут внешняя длина 42, значит тут 41,5. Ага, по ходу дела выяснился ещё один недостаток стяжек. Значит, будем приклеивать их дополнительно суперклеем. Ничего страшного. К сожалению, в одном месте без медной проволоки я обойтись не смогу. Нормально. Пант хорошо, вам-то на ускоренной съёмке всё весело смотреть, а я уже задолбался. Ну ладно, можно пока обрезать внутри вот эти вот штуки. Типа для того, чтобы заднюю деку вело поменьше. Чё у нас дальше по плану? По плану у нас дальше... Калки. Так, теперь осталось приделать заднюю деку и сделать струны. Ну чё, пока сохнет, значит займёмся струнками. И одну деталь я ещё... Одну деталь я ещё забыл упомянуть. И сейчас я её, наверное, найду и принесу. Вот такая штуковина. И это не просто вайндер. Это вайндер для шуруповёрта. Итак, нужны либо два гвоздика, либо две китайские палочки, как у меня. и в любой палки делаем две дырки. И между ними либо эти гвоздики, либо, как у меня, китайские палки, продеваем в два отверстия. Желательно где-то, ну, не меньше... не меньше 60 сантиметров. У меня тут 75, но это, конечно, много, но ничего страшного. Одну из палок надо посередине подточить. Желобок. А теперь берём рыболовную леску и где у нас желобок, завязываем узелок. Вот, завязали. Далее между этими двумя палками наматываем 20 оборотов. Прекрасно. С той стороны, где у нас нет желоба, берём ниточку и иголочку. Да, это ещё один материал, о котором я забыл предупредить. Завязываем между собой и подвязываем с той стороны, где желоба нет. Я ножницами там или чем-то ещё обламываю кусочек и кусачками обламываю вот этот вот кусочек палки. Значит, будем вертеть по старинке вручную. Ну, во всяком случае, вторая струна у меня получилась нормально, никуда не соскользнёт. и что я делаю? Здесь, по-моему, на этой струне 35 оборотов, если я правильно помню. это я с этого Шайдхольта вот с этого взял. я её просто беру как есть, продеваю вот сюда в дальнюю в дальнюю дырку. Продеваю отсюда. Ну, и, конечно же, слегка пропилить чуть-чуть желобок под струнку. Чтоб такая струна не вылетала, можно ещё подставить гвоздички, если у вас палки такие же, как у меня. чудненько. Главное запастись терпением и запасными материалами. Ну-ка. Ну, и вот, в результате у нас получилась вот такая вот красивая штука. Сейчас попробую на ней что-нибудь сыграть. музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Камера, конечно, выключилась в самый неудачный момент, когда просто нельзя убирать пальцы, иначе все рухнет, к тому же у меня не оказалось запасной лески. Поэтому я расскажу так, что, собственно, произошло. Я взял нитку и иголку, оставил на станке для струн, и иголку продел в штырь колка, ну и, собственно, все это дело затянул. Нормально. Нормально. Так как здесь использована немецкая песенка, так я его и буду называть. Шайтхольд. Ну и, собственно, эту песенку попробую сыграть. На одной бурдонной струне и на одной мелодической. Дубль два. Субтитры создавал DimaTorzok Неплохо. Можно, конечно, тут усложнять партию, но мне как-то сейчас это лениво делать. Если вы успели заметить, то, по идее, инструмент этот должен вообще выглядеть вот так вот. Я так-то и в первый раз немножечко зафейлился с тем, что сделал в зеркальном отображении. Но оказалось, это не баг, это фича. И эта фича мне позволяет играть смычком не только в горизонтальном положении, но и в вертикальном. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И лайк и подписка будут для меня отличным сигналом для того, чтобы продолжать еще. А у меня есть еще что рассказать. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok